Ну а значит, следующая у нас игра, это, соответственно, Дьяволик The Original Sin или Дьяволик, если быть точным, который я всегда Дьяволиком называл. То есть, честно говоря, вот свое знакомство с Дьяволиком, я вообще начал с группы такой нашей отечественной легенды, серф-роксцены, Мастер Чопс, поскольку у них был кавер на одну из тем Энио Моррикона, который он писал для одноименного фильма 1968 года. При этом я был убежден, что Дьяволик это вот именно телесериал тех самых лет. И вообще, ну, собственно, кроме как раз-таки кавера от Мастер Чопса и, соответственно, кроме как раз-таки клипа Beastie Boys Body Movie, я вот про Дьяволика ничего не знал. То есть, потом я просто узнал, что это все-таки был фильм, вот, при том Дина де Лауренсис там был продюсером, то есть такой дядя известный, который как раз-таки продюсировал и Кононов со Шварценеггером в дальнейшем, и Зловещие мертвецы Три армии тьмы. То есть, еще там у него много было продюсерских работ, начиная с 50-х годов. И, значит, такой был совместный фильм производства США, Франции и Италии. Вот. А Дьяволик оказался как раз-таки именно персонажем народных итальянских комиксов. Вот. И, значит, после успеха как раз-таки Бонда, то есть именно как вот кинофраншизы, значит, у всех же была мания сделать какое-то, ну, какое-то свое что-то подобное. Вот. Так, например, французы сняли Фантомаса, вот, американцы сняли этот Модисти Блейз, который был второстепенно по отношению к Бонду, Мстителям, ну, имеется в виду оригинальные Мстители с Патриком Макни и Дайан Эрик. И как раз-таки святому Сорджеру Муром. Вот. И вот был, соответственно, Дьяволик, и Дьяволик, можно так сказать, в какой-то степени на общем фоне немножко выделялся, потому что сам по себе Дьяволик у нас антигерой, то есть он такой, что называется, супервор, вот, который любит грабить богатых и оставлять все себе. Вот. У него, соответственно, его подельница-любовница, то есть это Ева или Эйва. Я понял. Я все понял, Нейтири. Все вы, бабы, Эйвы. По фамилии Кант. Вот. И, значит, для достижения своих целей, то есть Дьяволик этот не брезгует там ни, соответственно, мокрухами, ни там какими-то еще вещами, то есть он там по головам, что называется, пойдет ради своей цели. Вот. И так, в принципе, все оставалось вплоть до, значит, 1999 года, когда вот такой канал, как, соответственно, Сайбан, там это было, насколько я помню, опять же, итало-французское производство. Не сняли про него мультсериал, в котором, так скажем, они, собственно, Дьяволика сделали положительным героем, потому что он, что называется, должен был, хороший пример, детям подавать. Вот. И, значит, тогда, как бы, там, значит, у нас Дьяволик вместе с этой Эйвой сражаются против преступного вот такого синдиката братства, то есть такой вот кагломерация бариксавита. Вот. Всяческие этой организации, что называется, мешая. Вот. И самое, что интересно, оказывается, у нас этот мультсериал показывали по Jetix, даже у нас на лицензионных дивизий выходил. Вот. В принципе, я, значит, с удовольствием сейчас этот мультсериал пересматриваю. Вот. И, значит, как продолжение вот именно этого мультсериала, в 2007 году на ПК вышла вот такая игра, то есть, Дьяволик The Original Sin. Ну, у нас Акела его перевела как один против мафии. Вот. То есть я в эту игру, кстати, поиграть все не мог, поскольку здесь вот есть зло 21 века, это именно Starforce. Вот. То есть у меня на старых компах она как-то не запускалась, поскольку у нее, скажем так, какие-то неадекватные системные требования. Вот. Для такой игры-то. А, значит, на более современных машинах она именно из-за Starforce не шла. Вот. Я только совсем недавно нашел к ней, наконец-то, NoCD, чтобы в нее поиграть. Но зачем-то вот в 2009 году, значит, у нас сделали, соответственно, ее порты на консоли. То есть она на PS2 вышла, на AV, на PSP, на Nintendo DS. Вот. И самое, что интересно, то есть это у нас была вот такая студия. Артематика. Итальянская она именно ее делала. Я сначала думал, что это какой-нибудь, ну, стелс-экшен. То есть, в принципе, было бы логично, что если это, значит, игра про супервора, то, значит, она хотя бы минимум должна быть похожа. Ну, наверное, на вот Metal Gear Solid или Sprinter Cell. Ну, вот. Ну, может, там на худой конец, вот, на игры про Бонда вроде Everything or Nothing и From Russia with Love. Вот. Ну, чтобы там хотя бы был элемент стелса, да, там, пускай на экшен как бы больше ставка шло. Вот. Может, действительно, что-то вроде Dead by Degrees, то есть гибридный такой жанр, сочетающий себе элементы, там, стелса, стелс-экшена, битэмапа, соответственно, экшена третьего лица, там, и так далее. Вот. Ну, или хотя бы, вот, Столин, поскольку была подобная игра, честно говоря, тоже про воровку. Вот. Где, кстати, как раз-таки никого не надо было убивать, поскольку у нас в мультсериале 19-го года все-таки Диаболик, точнее, Дьяволик никого не убивает. Это вот такая его принципиальная позиция именно с тех самых лет пошла. Вот. И, в принципе, Столин этому как раз полностью соответствовал, что здесь врагов можно было как-то там оглушить, обезвредить на время, но их нельзя было именно убивать. Вот. Ну, нет, то есть разработчики почему-то сделали квест. То есть я, правда, это, к сожалению, не знал. То есть я вот ее купил на V, поскольку на ПК она у меня до недавнего времени не запускалась. И вот, да, казалось, что это квест. Притом квест, он такой очень, как бы, интересный, то есть, ну, как бы, такой point-and-click, наверное, в духе Monkey Island 2-го. И тут даже есть вот уровни сложности, как в Monkey Island 2-ом было. То есть есть, значит, такой более продвинутый режим. То есть там, по-моему, как он там, приключение... И там, по-моему, базовый режим. То есть в базовом режиме там зачастую нет вот всяких этих мини-игр с этими, с боевками. А вот в продвинутом режиме они, соответственно, есть у нас. Вот эти все боевки. Значит, и, как бы, самое, что интересно, то есть здесь... Там, чтобы как-то обезвредить, оглушить противника, там, усыпить его и так далее. Значит, нужно определенные, как бы, эти мини-игры, что-то вроде Кутая всяких проходить. Вот. Но единственное, что, конечно, если на PS, на ПК, точнее, у нас удобно все это сделано, на PC, да, то есть... Что, значит, видно, куда там дьяволику идти, куда ползти, что делать, точнее, дьяволику, да, вот. То на Wii, вот, это зачастую не очень понятно. Там везде надо тыкать, потому что, честно говоря, с этим мувом, ну, не очень удобно играть. То есть из плюсов могу ответить, что за Эйву нам тут дают поиграть местами. То есть тут несколько, как бы, героев, самое что интересное. Вот. В принципе, надеюсь, что я, в принципе, эту игру когда-нибудь пройду. Значит, так тотально, значит, пройду... Посмотрю фильм 68-го года, вот сейчас вроде ожидается еще новый фильм 2001-го года. То есть хотят перезапустить эту франшизу. Вот. Заодно, кстати, почитаю оригинальные комиксы. Вот. И, может, какой-то сделаю этот обзор этой игры заодно с историей самого персонажа. Вот. Честно говоря, у меня большие сомнения насчет самого фильма, ожидаемого в этом году. Поскольку, вот, перезапуск классики 60-х годов, как показала практика, ну, то есть редко выходили хорошими. То есть у нас были совершенно уродский святой с Вэлом Килмэром 97-го года, совершенно убитые просто мстители 98-го года с Рейфи Фейнсом и Умой Турман, притом убитые настолько, что даже несмотря на то, что Рейфи Фейнс хоть старался еще играть, то, ну, там все равно, как бы, близко не вышло к тому, что было в 60-е. Вот. Насчет перезапуска модности Блейз от Тарантино, который я спродюсировал, ничего сказать не могу, ибо не смотрел. Вот. Но, значит, есть какая просто... Особенность, что вот оригинальный фильм сам 66-го года, он достаточно, в принципе, слабый был в этом вопросе. Там только на себе его главный злодей, что называется, вытягивал. Ну, вот. И по мне только пока единственный успешный запуск был, точнее, перезапуск какой-то культовой франшизы 60-х, это, соответственно, напряги извилины. Вот очень советую этот фильм посмотреть, тем более, что если, значит, в оригинале у нас продюсером этого сериала был Мэл Брукс, и сериал был чисто пародийным, то вот, значит, сам, как бы, фильм, там, по-моему, 2008-го или 2009-го года, где еще Дуэйн Скала Джонсон снимался, вот. Вот он все-таки стал просто такой шпионской комедии, и, в принципе, даже так посерьезнее как-то стал, что, я считаю, в принципе, только пошло на пользу фильмы. Вот. Ну, собственно, тут я уже заговорился. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...